моё всем общее сегодня знаете бывают такие игры которые любят еще до релиза киберпанк бог войны ремейк 3 резьбы стал игрой который до релиза все начали ненавидеть может из-за демки резистанс который оказалось настолько провальной игрой что спустя три дня после релиза там вот такой вот замечательный онлайн а может и из-за обзоров которых было сказано что игра проходится от часика так за 45 ты в целом получилось гораздо хуже ремейка двойки и да это действительно так как оказалось тройку делали другие люди причем делали они и параллельно со второй странно что при том что игра использует готовые ассеты из двойки даже целой локации при этом она еще и короче а вышла аж спустя целый год при параллельной разработке модель повреждения стало хуже говорят что ногу зомбаку отстрелить все-таки можно но сколько же тогда нужно по ней стрелять в общем вопрос помните как зомбаки реагировали на выстрелы в ногу во второй части спотыкались микро станились и падали в тройке же на схожие действия не реагирует как дима заминированный тапок на любые жизненные трудности вообще паху и получив такой импакт у меня отпала всякое желание пытаться отстреливать гражданам покойникам конечность в принципе от отсутствия микро стана геймплей особо не страдает ведь в игре появился у ворот у джилл и таран причем у карлоса резонное нововведение учитывая вооруженного немезиса ракета которого нужно как-то избегать но даже при этом лишней качественная модель повреждения никогда не бывает также даунгрейтер экдола стал заметен на убитых врагах когда еще в демке они начали падать не друг на друга а входить текстурой в текстуру в двоечке такой порнухи не было словом даунгрейд ощущается буквально во всем вдобавок ко всему чтобы получить приемлемую картинку без роящийся как муравьи воды на асфальте без черных лесенок вокруг нпс нужно хорошенько так пошаманить с настройками в общем если бы все эти недостатки были в свое время у двойки ей бы безусловно простили но двойка получилась идеальный а тройка к сожалению нет само собой такой контраст изначально выставляет игру в невыгодном свете игра действительно очень короткая даже неторопливо играя на хардкоре в мире в 19 раз и временами тупя я уложился в шесть часов следовательно на среднем можно пробежать за 4 при повторном прохождении знаю что куда видимо можно пролететь вообще часа за полтора временами создается впечатление что даже для достижения такой продолжительности игру растягивали к примеру прохождение больницы за джилл после карлоса там нет вообще ничего нового и нужно это все лишь для того чтобы набрать патронов и аптечек и добыть револьвер он же громовой ястреб при этом возросла и динамика игра ощущается скорее как шутер нежели survival horror во первых головоломки практически отсутствует две или три на всю игру зато настреляться можно до усрачки особенно за карлоса вообще скатывание хоррора в шутеры закономерный ток каждой франшизы будь то хоть evil vizin хоть silent ухо хотя и вилл визин наверно плохой пример это был шутер изначально но тем не менее dead space resident evil иди на кризис прошли именно такой путь хоррор боевик кооператив но в принципе а как бы вы хотели к финалу первой части игрок как правило уже привык своим врагам получил все средства для их уничтожения и на пике прохождения любой хоррор превращается в шутер обычные враги перестают нести какую-либо угрозу усиленные враги тоже остается финальные боссы титры и вот настает вторая часть даже если главный герой уже другой игрок то все равно все тот же ну и как быть разработчику снова пытаться напугать тангулой жопой показывая вам второй раз базовых врагов нужно очень много сценарного таланта чтобы это получилось нужно создать вокруг протагониста такие обстоятельства в которых весь опыт полученный им и игроком из первой части почему-то вдруг перестанет работать и главное это должно логично выглядеть либо персонажа нужно менять причем менять опять-таки правильно примеру если героем первой части был спецназовец впервые столкнувшийся с неизвестной опасностью а во второй опасность была всю даже но главный персонаж это какая-нибудь студентка пистолета в руках не державшая тогда можно давить на игрока атмосферой ужаса и беспомощности при этом все равно нужны новые враги потому что хрен ли второй раз одно и то же то показывать ну так вот в третьей части резьбы главная героиня матерый коп второстепенный герой спецназовец амбреллы действия происходят не тогда когда зомби только-только появились а когда зомби чума уже достигла своего пика а значит герои не могут видеть зомби впервые не могут ссаться от каждого скрипа как леон и клэр которые только-только прибыли в город они уже матерые бойцы на данном фронте поэтому игра и выглядит как шутер нравится вам это или не нравится но конкретно с этими героями по-другому быть не могло кстати с вас по лайку за эту лекцию ну и конечно же вездесущий немезис не способствует размеренному хоррорному прохождению если тиран в двойке появлялся спустя несколько прекрасных атмосферных и хоррорных часов знакомства с обновленной игрой то здесь немезис прибывает с самого начала и начинает диктовать вам скорость передвижения по городу уворачиваться от его так не особо сложно особенно глупо смотрится стрельба из ракетницы по идее дополнительное оружие должно усиливать его атаку но происходит совсем наоборот от ракеты проще уворачиваться поскольку во первых она довольно медленно летит а во вторых взрывы носят чисто визуальный характер и даже когда ракета взрывается казалось бы у вас под ногами если вы успели отпрыгнуть хотя бы на шаг дамага не получите зато если хоть одна ракета в вас попадет то попадет и следующая поскольку персонаж тупо не успевает встать данный принцип опиздюливания немезиды работает почти всю игру пропустил один удар получишь и следующий собственно раз уж зашла речь некоторые атаки немезиса на босс файтах мне показались немножко поломанными конкретно его прыжок на втором файте когда тайминг уклонения то срабатывает то нет ты вроде и поражала вроде он все равно тебе хватает также боеприпасы на вторую фазу выпадает из машины как выяснилось не всегда то есть на первом трое на арене появились мины ловушки для того чтобы сбивать немезиса вниз во время бега а на втором трое их уже не было в итоге немезис умер точно тогда когда я выпустил в него последний патрон нет интересно это скрипт такой или просто так совпало если бы я стрелял мимо и только последним выстрелом в него попал то он бы сковырнулся или все-таки нет потому что дамага влита недостаточно как-то работает отдельного упоминания достоин искусственный интеллект я сейчас не о немезисе который при всех своих возможностях все никак не может не схватить не попасть а об обычных зомби как и во второй части они от души имитируют ходьбу убитого в слюни человека но если в коридорах участка дуга который они начинают закидывать увидев вас вместо того чтобы идти к вам напрямую было заметно но не ощущалось как что-то плохое но типа подумаешь идет зомбак от стенки к стенке но все-таки в вашем же направлении то на открытых улицах и пространствах тройки траектория движение зомбарей идущих в атаку обрела какой-то маразматический характер такое чувство что жопа у них живет отдельной жизнью от тела зомби смотрит на вас тянет руки а идет при этом куда-то в сторону типа ща я поссать хожу и вернусь никуда не уходи но и также отдельно стоит отметить сохранение с одной стороны в начале я порадовался что брали те грёбаные ленты занимавшие место в и без того небольшом инвентаре с другой стороны печатные машинки встречаются в игре стабильно каждые пять минут и как будто этого мало в некоторых моментах в частности перед встречей с маншотящими мобами сделаны автосохранение все это свело ощущение опасности к нулю а переигровки занимают примерно две минуты времени причем при финальной оценке вашей игры система посчитает ваше сохранение и чем меньше будет тем лучше это скажется на вашем итоговом балле типа машинки на каждом шагу в игре конечно есть но трушные игроки их игнорируют как итог несмотря на все вышеперечисленное мне игра понравилась короткая да но зато динамичная в ней нет часов диалогов нет тонны записок все просто и понятно и при этом постоянный экшен который не насилует зрение само собой игра которая еще короче чем ордер 1886 как оказалось такое возможно фулл прайса не стоит даже несмотря на довесок в виде резистанс если брать то по скидке либо придется развлекаться повторным прохождением для чего вам предложат за заработанные в ходе прохождения очки купить себе палку развлекалку поджигающий нож бесконечный автомат или дробовик электропушку рейден чё-то там еще ну или монетки с бафом на дамаг защиту еще чего-то способные даже адскую сложность превратить в вэри изи на которой не месяц на босфайтах будет отлетать с пар тройки попаданий ну и конечно же после года ожиданий игроки получили не совсем то чего хотели это не такой ремейк слово в слово как вторая часть тут все-таки дохрена чего повырезали при этом не особо понятно зачем и почему но учитывая что игры такого плана выходит к сожалению раз в год а то и реже спасибо как говорится и на этом ну и у меня на этом тоже все пишите в комментах что думаете нажмите что-нибудь под этим видео в общем все как всегда пишите жмите до новых встреч